Отдел литературы по краеведению Центральной городской библиотеки имени Маяковского знакомит вас с книжно-иллюстративной выставкой «Город нашей судьбы», посвященной истории Сарова и людям, его прославившим. Все книги, представленные на выставке, о городе, сущность которого в единстве самых разных и, на первый взгляд, противоречивых сторон его долгой и замечательной жизни. Выставка состоит из нескольких разделов, и начать хочется с первого – «Саров. Время. События. Лица». Первая книга, которую хочется представить нашим читателям – «Саров. Прошлое. Настоящее». Знакомство с городом можно начать именно с нее. Здесь мало имен, имен замечательных людей города, но много фотографий – старых и новых. Наш город молод и энергичен. Его жизненный потенциал говорит о благоприятных перспективах развития. Наш город уникален, у него неповторимая история. О ней и расскажет нам эта замечательная книга. Она рассчитана на широкий круг читателей. Нашу выставку украшает замечательный альбом «Прогулки по Сарову». В нем очень много фотографий нашего города. Авторы попытались показать читателю как историю Сарова, так и его сегодняшний день. И именно показать в фотографиях, а не только рассказать, так, чтобы у читателя возникло целостное впечатление о городе. Следующая книга – «Зона особого строительства». Она посвящена представителям одной из самых важных и необходимых для человечества профессий – строителям. Народная мудрость гласит, человек должен построить дом, вырастить дерево и родить сына. Возводя прекрасные жилые дома, строители дают нам кров. Построив заводские корпуса, предоставляют возможность трудиться. Детские сады, комбинаты, школы, санатории позволяют нам воспитывать нашу смену. Представители этой профессии – на переднем крае становления человечества. В основу этой книги легли фонды архива города. Саров уникален во всем. Уникален своей историей, природными ландшафтами, архитектурой. Но главное богатство города – это люди. На протяжении многих лет по крупицам происходил отбор людей, которым была уготована судьба создать на берегах рек Сатиса и Саровки ядерный форпост государства, гарант мира на земле и прекрасный город, имя которого теперь известно всему миру. Среди многочисленных и знаменитых исторических мест России Саров занимает особое. Ведь много десятилетий всякое упоминание о нашем городе было запрещено, а местоположение его было строго засекречено. Связано это, конечно же, с Федеральным Российским Ядерным Центром. С 1946 года здесь начал работать сверхсекретный ядерный объект, предназначенный для создания и совершенствования отечественного ядерного оружия. И вокруг монастырских строений, вокруг научных лабораторий и заводских цехов вырос город, где живут и трудятся более 80 тысяч человек. С книгами, посвященными нашему градообразующему предприятию, можно познакомиться в разделах выставки «Достояние России» и «Люди. Объекта». В книге «Внеев. Исторический очерк» рассказывается о создании Института экспериментальной физики, о различных сторонах жизни и деятельности его коллектива. В послевоенные годы в стране возникла необходимость иметь специальную исследовательскую организацию для создания конструкции атомной бомбы. Необходимо было найти место на просторах нашей страны для создания крупного комплексного института. Местоположение будущего ядерного центра должно было отвечать целому ряду особых требований и условий. Всю территорию предполагалось наглухо закрыть от любопытного взора, сделать ее секретной зоной. Одним словом, надо было найти, где-то не очень далеко от Москвы, некий укрытый лесом медвежий угол. Вспоминая о своем первом приезде в поселок Саров, Юлий Борисович Харитон рассказывал, «Это место нам понравилось, мы поняли, что оно нам подходит». «Люди объекта» — это книга очерков о первопроходцах отечественного атомного проекта и воспоминаний ветеранов первого в стране ядерного объекта КБ-11. В большинстве своем все они были обычными людьми, с обычными слабостями и недостатками, заботами и тревогами. Но было в них что-то такое, что отличало их, ставило на ступень выше. Это что-то было общим государственным делом, которому были подчинены их поступки. Спектр имен, представленных в книге, богат и разнообразен. Здесь и трижды герои социалистического труда, академики, заслуженные работники науки и техники, сотрудники института, в честь которых названы улицы нашего города, организаторы и ученые, конструкторы и испытатели, и те, кого по праву величают мастер золотые руки. У нашего города есть целый ряд отличительных особенностей, которые в совокупности своей собираются в неповторимое лицо со своим только ему присущим выражением. С XVIII века здесь стоял знаменитый Саровский монастырь, где жил и творил чудеса преподобный Серафим Саровский, великий русский подвижник. Святой батюшка Серафим прославил Саровскую обитель на весь мир. Об этом расскажут книги из разделов выставки «Духовная обитель» и «Великий молитвенник». В конце XIX – начале XX веков Саровский монастырь являлся одним из наиболее крупных монастырей России. Он все более приобретал известность и статус русского православного Иерусалима. Большим событием в истории монастыря было причисление Серафима Саровского к лику святых Русской Православной Церкви в 1903 году и состоявшееся в связи с этим торжество канонизации. Наш город является исторической святыней и духовной ценностью с одной стороны и надежной опорой, ядерным щитом с другой. Экспозиция «Город нашей судьбы» позволяет познакомить всех с этим уникальным и неповторимым достоянием нашего Отечества. 9 мая мы празднуем День Победы. Это и День Радости, и День Скорби. К сожалению, с каждым годом редеет строй ветеранов. Все меньше остается в живых участников тех кровопролитных сражений с врагом. И наша сегодняшняя задача – сохранить в истории их имена, лица, судьбы для детей и внуков, для будущих поколений, чтобы действительно никто не был забыт и ничто не было забыто. Это наш долг. В отделе литературы по краеведению ведется пресс-досье «Война, победа, фронтовики». Здесь собраны вырезки из местных газет и хранится просто огромный материал о каждом ветеране, о каждом участнике Великой Отечественной войны нашего города. «Здравствуй, победа». Это сборник воспоминаний, очерков, рассказов и стихов о Великой Отечественной войне. Эта книга расскажет нам о жизни и подвигах жителей Сарова, участниках войны и тружениках тыла. Со страниц этой книги мы узнаем о том, что в нашем городе жили непосредственные участники боев под Москвой. Их было 18. 24 человека были награждены медалью за оборону Ленинграда. 55 – знаком житель блокадного Ленинграда. 16 человек были участниками Сталинградской битвы. 57 прошли испытания на Курской дуге. 15 человек оставили свои автографы на стенах Берлина. Около 2000 саровчан и жителей деревни Балыково ушли на войну. Не все вернулись в родной поселок. На гранитных плитах монумента «Вечный огонь» высечено 537 фамилий местных жителей, погибших или пропавших без вести на полях Великой Отечественной войны. Статус города Саров получил уже после Великой Отечественной войны. А в годы войны здесь был небольшой рабочий поселок. Об этом нам расскажет книга Галины Акутиной «Твоя большая малая родина». На призывном пункте поселка призывники и добровольцы появились уже 23 июня 1941 года. Среди добровольцев были первые выпускники Саровской десятилетки. Выпускной вечер с ручением аттестатов у ребят прошел 21 июня. У ворот древней колокольни стоял стол, за которым сидела комиссия, принимавшая заявки. Отсюда же призывников отправляли на фронт. А провожавшие их родные и близкие плакали, понимая, что могут уже никогда не увидеться вновь. Так появилось второе название этого места – «Площадь слез». В годы Великой Отечественной войны в Сарове работал военный завод, который просто имел номер – 550. На заводе производились корпуса артиллерийских снарядов для легендарных минометов «Катюша». Наш завод поставлял эту продукцию в город Горький, нынешний Нижний Новгород, на завод «Красное Сормово» для окончательной сборки снарядов. Мужчин, ушедших на фронт, заменили женщины и дети. В фильмах о войне мы часто видим, как советские «Катюши» беспощадно бьют врага. Страшной машиной называли фашисты этот миномет. И вот на заводе номер 550 в Сарове только корпусов для артиллерийских и реактивных снарядов было изготовлено около 400 тысяч. Для нас это очень большая гордость. После Великой Отечественной войны в нашем городе жили три героя Советского Союза. На нашей выставке представлены текстовые материалы о каждом из них. А на сайте библиотеки biblium.ru можно познакомиться с базой данных, посвященных героям Советского Союза. Называется она «Золотые звезды героев». Владимир Петрович Сосин. Своё боевое крещение он получил на Огненной Курской дуге. А дальше был путь на Берлин. Скромный до удивления был человек. Учителя его дочери узнали о том, что отец у неё был героем Советского Союза, лишь на её выпускном вечере. 12 апреля 1985 года в память о нём улица Красная в нашем городе была переименована в улицу Сосина. А на доме номер 7 была установлена мемориальная доска. Михаил Иванович Казамазов. За участие в боях Михаил Иванович был награждён десятью медалями и двумя орденами – Орденом Ленина и Орденом Славы. В Санкт-Петербурге в Музее истории стоит тяжёлый зенитный пулемёт Казамазова, из которого он сбил семь самолётов противника. Накануне 40-летия Победы, 12 апреля 1985 года, новой улице в Заречном районе города было присвоено имя Казамазова, а на одном из домов установлена памятная доска. Сабир Ахтямович Ахтямов. Когда началась Великая Отечественная война, Сабиру Ахтямовичу было всего 15 лет. Но уже в начале ноября 1943 года Ахтямов был в рядах Красной Армии. Он прошёл боевой путь от Смоленска до Кёнигсберга. А в 18 лет он уже получил звание Героя Советского Союза. Ещё одно издание, о котором обязательно хочется сказать несколько слов. Это книга памяти, посвящённая ветеранам Российского федерального ядерного центра Всероссийского института экспериментальной физики, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, рядовым бойцам и командирам, мужеством и стойкостью которых ковалась Великая Победа. Вернувшись с фронта, эти люди пришли в КБ-11 инженерами, техниками, лаборантами, рабочими. Своей повседневной работой они заложили основу Первого Российского федерального ядерного центра, развили новые направления в науке и технике. Они создавали ядерный щит Отечества. Проходит время. Всё меньше остаётся с нами ветеранов. Но были и есть среди наших горожан люди, которые пишут стихи и делятся своими воспоминаниями о прошедшей войне, чтобы мы с вами могли узнать о том нелёгком времени, помнить о людях, переживших те страшные годы. На нашей выставке представлены книги саровских писателей-фронтовиков. Иван Тимофеевич Мишенин. Он прошёл войну от Сталинграда до Германии. Награждён двумя орденами. Георгиевским нагрудным знаком за мужество и любовь к Отечеству. Многими медалями. Иван Тимофеевич – автор восьми книг, поэзии и прозы, несколько из которых представлены на нашей выставке. Лидия Михайловна Кузнецова. Ей было всего 13 лет, когда началась война. Война украла её детство. Лишила отца, тёти, брата. Воспоминания, которые отражены в книге «Капля в море», невозможно читать без мурашек по коже. Она считала, что её испытания и её переживания – это всего лишь капля в море тяжёлых испытаний, которые выпали на долю нашего народа. Зинаида Михайловна Курбакова – младшая сестра Лидии Михайловны. Ей было всего 9 лет, когда началась война. Вместе с сестрой ей пришлось вынести все тяготы той страшной войны. Зинаида Михайловна всю свою жизнь отдала служению Родины, которую она беззаветно любит. Она – майор в отставке. 33 года служила в Советской армии. Имеет правительственные награды. Своими воспоминаниями Зинаида Михайловна делится в книге «Героями не рождаются» и «Саров – город героев». Мы надеемся, что наша выставка привлечёт внимание всех тех, кому интересна история своей малой Родины. На страницах книг, представленных на выставке, каждый сыровчанин обязательно встретит знакомое лицо и сможет вспомнить о людях, чьи судьбы опалила война, осознать трагичность и величие того времени и понять, что люди, жившие в нём, близки нам, и нить времён непрервана. Книги ждут своих читателей в Маяковке.